Всем привет, уважаемые друзья! С вами канал Ольги Пак. Благодарю вас, что заглянули на мой канал. Благодарю вас за лайки, комментарии, за подписку, за просмотры. Всегда отвечаю взаимностью. Простите, если сразу не получается, как по возможности будет время, обязательно отвечу на все комментарии, я всегда это делаю. Поэтому, если сразу не ответил, не обижайтесь, пожалуйста. Сегодня у меня видео посвящено полезности опять. Я думаю, оно тоже будет полезно очень многим каналам. И оно посвящено, конечно, монтажу тоже. У меня вышло последнее видео, как скачать футажи для видеомонтажа. И в комментарии у меня канал, с которым мы дружим, Настенька Блестяшка называется. Они задали мне такой вопрос вместе с мамой. Подсказать, как убрать основной фон видео и поставить для видеофутаж. То есть, показать просят, каким образом я это могу сделать. И что она с зеленым фоном умеет работать. Хотя вот, например, на улице то, что у нее снято в комнате, она не знает, как это делать. Вариантов очень много по этому поводу, как убрать фон в видео. То есть, это нужно заниматься... Есть определенные программы, которые это делают. И они такие замороченные. Поэтому, как бы, не каждый может использовать эту программу. Она очень много занимает времени. На данный момент я хочу рассказать тот способ, который упрощает вам путь. И который я использую. Длинные видео я не использовал, а гифки я использовал. И сейчас я покажу и расскажу об этом сайте, который удобно, автоматически все делает очень быстро. Хочу сказать, что он не бесплатный. Короткие видео до 5 секунд гифки вы можете скачивать бесплатно. А длинные видео, то есть, если вам нужно полностью все видео сделать, тогда вам придется оплачивать. Видите, он автоматически показывает, как вырезает силуэт, видите, девушки. И вставляет различные фоны. То есть, зеленый фон они уже не используют. Они могут спокойно, в автоматическом режиме это все делать без единого клика. То есть, вы вставили видео сюда, и он автоматически обрабатывается. И вот таким образом, видите, с левой стороны идет фон, с правой стороны вырезанный фон. А вот он вырезает любой фон в хорошем качестве. Если вы покупаете, у InScreen Pro называется новое, то есть, тут разрешение идет FullG. То есть, варианты без водяных знаков, скачать видеофайл. То есть, мост API, аудиоподдержка. Если у вас есть аудиоподдержка, он вместе с аудиоподдержкой это делает. Здесь этот сайт очень простой в использовании. Я сейчас вам на данный момент покажу вкратце на гифке, да, как это все работает, чтобы вы поняли. Тут у нас меню. Сейчас вот по каждому пройдусь вот тут удалить фон. Дальше вот здесь он показывает, что бесплатные клипы. То есть, можно здесь сделать бесплатный клип, но он до 5 секунд. Здесь можно гиф загрузить. То есть, давайте загрузим клип какой-нибудь. Собачку я делала. Брала я собачку здесь. Здесь он там просит, чтобы это не робот. Нужно подтвердить то, что мы видим лодку. Мы подтверждаем, где здесь есть лодка. Так, я вижу только две лодки. Дальше. Опять он просит подтвердить лодку. Так, это не лодка. Пропустим. То есть, я не вижу там лодки. Поэтому, вот видите, собачку вырезал он мне. Дальше я могу просто ее скачать вот в таком формате. Могу выбрать файл какой-то определенный, вставить свой файл. Могу поиск сделать гифки какой-то определенной. Могу просто вставить. Видите, я нажимаю сюда. И он вставляет уже тот фон, который я выделила. Я сейчас вам покажу понемножку по каждому. Видите, я нажимаю и фон меняется. Тот фон, которого я выделяю. На стрелочку сюда нажимаете. И различные варианты. Таким образом. Цвет можно добавить здесь. Вот такой, например, цвет образ можно добавить. Такой образ. Зелененький образ. Здесь вы выбираете гифка или анимированный пнг. Или одиночные кадры какие-то определенные. Он как раз выбирает в том формате, какой вам нужно. Вот я, например, гифку беру, нажимаю гифку. И он начинает обрабатывать композицию. Она идет где-то около пяти секунд. Может где-то он показывает, куда скачать. Видите, я уже здесь скачивал. Давайте скачаем. Тут варианты примеров. Так, вот у нас примеры пошли. Вот он показывает. Здесь, видите, собачка у нас идет. Фон такой. Фон без фона. Цена образования здесь написана. То есть вы сами можете ознакомиться, чтобы я время не тратила. Все зависит от времени. Какое у вас время видео. Здесь есть вопросы на ответ. Если вы хотите какие-то узнать вопросы-ответы свои, вы можете здесь на плюсик нажимаете. Тут все понятно написано у них. Так, сейчас вернусь еще немножко. Так, я сейчас вам еще покажу поиск гифк. Вот он загружается. Каким образом вы можете здесь выбрать. Видите, гифки различные есть. У них уже заготовочки. Вы можете просто попробовать. Вот я эту собачку делала. Она у меня вырезалась с фона. Давайте девочку вырежем. Так, вот он девочку обработал у меня. Видите? Вот она девочка вырезалась. И здесь я опять так же фон могу поставить. Он обрабатывается, ставит фон. И так же, как я с собачкой вам показывал, таким образом он скачивается. Вот таким образом работает эта программа. Теперь я хочу рассказать, как я использую различные видео с помощью программы Camtasia Studio 9. Я пользуюсь этой программой уже давно. Она мне очень нравится. Она легкая в использовании. Не надо по ней мучиться. У меня есть плейлист по данной программе. Вы можете ознакомиться с плейлистом и научиться пользоваться этой программой. Она очень легкая. Здесь, кстати, можно тоже менять фон с помощью визуальных эффектов. Сейчас добавлю файла, импортирую. Добавлю вот эту собачку. Добавлю футаж. Дальше что я делаю? Я футаж добавляю на рабочую шкалу. Дальше я добавляю собачку сюда. Я могу ее еще добавить вот таким образом. Добавлю еще видео. И могу добавить вот таким образом примерно. Так, вот мы собачку увеличили у нас. Вставлено. Видите, он с фона вырезал его. Я вставлю ее сюда. Дальше у меня собачка здесь маленькая идет. Она у меня идет уже. Я здесь поменьше. Я могу ее сюда вставить. Она у меня здесь идет. Дальше у меня идет. То есть я могу двигать в любое место. Видите, он тоже вырезан у меня с фона. Следующая собачка у меня идет. Она у меня здесь идет. Ну, то есть вы можете понять сам смысл, что вы вставили футаж. И дальше можете просто любую гифку или любой рисунок или картинку вставлять сверху. Здесь ничего сложного нет. Вот эта программа мне очень нравится. Да, любая программа, которая работает с монтажом, везде вы можете вставить любую картинку или любое видео. Давайте включим, посмотрим. Вот она у нас, собачка гуляет. Видите, здесь. Одна пошла, вторая пошла. Переходы вы можете здесь по ходу сделать. Значит, свои. Но я хочу сказать, что здесь ничего сложного нет. На моменту монтажа и добавления вот этих, вырезания фона и добавлять в футаж. Вот у вас получается, что закончилось. Дальше здесь также можно переходы делать, но видите, переходы здесь есть. Я на данный момент не буду затрагивать эту тему дальше. Вы смысл поняли, что здесь можно добавлять в любой футаж, в любое видео. Вот таким образом. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам было полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, я помогла каналу Настеньке. Если что-то будет непонятно, я надеюсь, мама напишет мне в инстаграм-канале, что конкретно неясно было по данному видео. На этом всем всего доброго. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok